Продолжение следует... Продолжение следует... Подготовка к протезированию – это многокомпонентный процесс, и своевременное начало выполнения всех пунктов может улучшить прогноз и быстрое восстановление. И, собственно, мы сейчас все это разберем. Ранний послеоперационный период обычно составляет 2 недели. Если нет противопоказаний к вертикализации и по назначению лечащего доктора, вертикализация пациента проходит в первые-вторые сутки после операции. Мы вертикализируем пациента, сидя, со спущенными ногами. Если состояние пациента позволяет, мы вертикализируем его стоя. Ставим на дополнительную опору и можем, если это подходит пациенту по его самочувствию, мы можем дальше вертикализировать его в плане ходьбы с дополнительной опорой на ходунки, либо на костыли. Если полноценная вертикализация невозможна, то на начальных этапах мы можем предложить возвышенное изголовье. То есть наша задача – как можно ранее вертикализация, чтобы профилактировать послеоперационное осложнение. Это пневмония, профилактика пролежней, профилактика гиподинамии. Физические упражнения. Уже через несколько часов после операции пациент может начать выполнять дыхательное упражнение. Откуда он поймет, что ему нужно делать. То есть, по сути, если у нас есть прекрасная возможность провести предоперационную подготовку, мы как раз рассказываем про начальное упражнение, которое пациент может выполнять в момент, когда он находится в реанимации. То есть, когда он проснулся после операции, он находится в сознании, мы можем ему предложить элементарные легкие дыхательные упражнения, либо упражнения на дистальное дело. Также в первые-вторые сутки после операции мы можем пациенту предложить общие физические упражнения на сохранные конечности. На ампутированную конечность мы переходим на вторые, третьи, четвертые сутки в зависимости от болевого синдрома. Если у пациента высокий болевой синдром, то мы можем предложить пациенту только изометрические упражнения, если это не усиливает боль или фантомно-болевой синдром. Также в лечебную физкультуру входит формирование культия. Об этом мы чуть позже поговорим. Позиционирование и ходьба в вспомогательные опоры. Про это я сказала. Требования культия. Идеальная культия – это хорошо зажившие, с хорошим кровооснабжением, мягким и подвижным рубцом, минимальным боли и минимальным отеком. Противоотечная терапия. Уменьшение отека и придание формы культи является важным этапом программы реабилитации к подготовке и к протезированию. В эту фазу входит позиционирование, это лечение положением. Если у нас пациент идет с ампутацией нижней конечности, мы берем достаточно длинный валик, чтобы он находился под всей конечности, и располагаем конечность выше положения сердца. Если ампутация идет на верхние конечности, мы можем пациенту подложить подушку, так же, чтобы рука находилась выше положения сердца. Компрессионная терапия. Существует 4 метода формирования и придания формы культи. На данном слайде рассмотрены все варианты, которые мы можем применить на пациенте. Первый – это, как наиболее часто использование, это мягкий вариант компрессионного бинтования, это использование бинтов средней степени растяжимости, либо невысокой степени. Для придания конической формы культи очень важно не пережать, то есть не сделать перетяжки во время нашего бинтования. На дистальном конце мы стараемся сделать максимальную компрессию, чем на более отдаленной части культи. В левом нижнем углу можно увидеть компрессионный чулок. Это также используется как один из методов противоотечной терапии. Как правило, мы не рекомендуем пациентам использовать этот метод, потому что этот чулок начинает сползать. Это один как из факторов, но через какое-то время культи все-таки уменьшается, то есть отек регрессирует, следовательно, компрессионный чулок становится малым, и пациенту приходится покупать еще один чулок. Слева от компрессионного трикотажа видно силиконный элайнер. Он также неплох в своей работе, но здесь такой минус есть в его дороговизна, потому что на начальных этапах мы также можем его надеть, но через какое-то время культи останет тоньше, и следовательно, нам потребуется купить новый лайнер. На верхней картинке мы можем видеть пример жесткого бинтования. Это бинтование с помощью гипса. Это жесткая повязка, она не всем подходит. И часто практикуют, когда хирурги делают эту повязку сразу на операционном столе. И самый интересный, я считаю, вариант, находится по левую сторону, это компрессионная шина. Его надевают на культю, липучками закрывают и откачивают давление. Культя находится под компрессией, с ней достаточно удобно, она не тяжелая, она создает правильный градиент давления. Его можно хорошо и легко обрабатывать. Но также один из минусов – это сложная доступность этого варианта. на данном слайде я представила примеры вариантов культя. С левой стороны отекшая культя по формированию, то есть она совершенно неправильная, то есть не конической формы, а по правую сторону культя без отека и хорошая форма. Уход за кожей и рубцом. Считается, что десенсибилизация уменьшает боль, это так и есть. Уход, массаж пациенту мы можем предложить на самых ранних этапах, то есть когда культя находится еще в компрессионной повязке, когда сняли дренажи, мы пациента забинтовали бинтами, мы можем предложить ему легкие поглаживания по культе. Хотела бы еще сказать, что у пациентов культя может быть как гиперчувствительно, так и нет чувствительности совсем. Если культя имеет свойство как гиперчувствительности, и пациенту очень больно к ней прикасаться, у него возникает чувство, как ему что-то жжет, колет, болит, мы начинаем с самых мягких техник, то есть мы буквально принуждаем пациенту трогать культю, чтобы вот этими мягкими поглаживающими движениями через бинты культя потихоньку регрессировал свою гиперчувствительность. Что хочется сказать, когда нет ощущений? На нижней картинке, представленной как женщина щеткой, делает мягкий массаж. Здесь я хочу остановиться и сказать, что все техники достаточно мягкие. Мягкая щетина у щетки, мягкие пупырышки на мячике. Мы не должны дубить культю. Это старый вариант, и очень часто встречается среди пациентов, когда пациенты в интернете наслышались о том, что культю надо наоборот задубить, чтобы она была нечувствительная. И они считают, что так лучше будет ходить в процессе. Это совершенно не так. Культя должна все чувствовать. Она должна иметь такие же ощущения, как и сохраненная конечность. Это также важно, когда будет дальнейшее протезирование, и культя будет находиться в протезной гильзе. Если будут какие-то натирания, какие-то ощущения, то есть пациент это должен чувствовать. Если культя будет нечувствительна, то это будет способствовать к большим ранам. Профилактика контрактур. Это лечение положением. Здесь тоже очень важно обратить внимание на самых ранних этапах, когда пациенты начинают, например, при ампутациях нижних конечностей, ампутации пациенты очень часто начинают сидеть. Здесь важно предложить им тот вариант, чтобы у них не было контрактур. То есть это правильный режим сидения и выполнения лечебных упражнений. При ампутации бедрам, как правило, начинается контрактура в тазобедренном суставе. Поэтому мы рекомендуем пациентам три раза в день по 30 минут, чтобы пациенты лежали на животе, чтобы у них не было сгибательной контрактуры в тазобедренном суставе. Если ампутация проведена в нижней третьей голени, ниже колена, здесь мы предупреждаем пациентов, что они должны, когда они сидят, сохраненная конечность опущена на полу, а вторая конечность прямая, лежит на кровати. Что касаемо верхних конечностей, как только сильный болевой синдром прошел, пациент должен активно начать разрабатывать плечевой сустав, локтевой сустав, чтобы не было сгибательных, отводящих, приводящих контрактур. Фантомно-болевой синдром. Как ранее мои коллеги уже все рассказали, я могу дополнить, что ранняя активизация пациента, массаж, компрессионная терапия и раннее начало выполнения упражнений и ранняя вертикализация пациента также снижают фантомно-болевой синдром. Последний послеоперационный период. После выписки из стационара начинается новый этап реабилитации, поздний послеоперационный, который длится от 3 до 6 месяцев. Пациент придерживается прежних рекомендаций по подготовке к культе. Он также ухаживает за швом, расширяет свои двигательные возможности, укрепляет мышечный каркас, работает над контрактурами суставов и готовится к протезированию. И хотелось бы добавить, что успех протезирования зависит не только от технических характеристик протезов, работы реабилитолога, работы техников, но и желания мотивации пациента к правильной реабилитации. Спасибо за внимание.